Добрый вечер. Попытаюсь быстро заснять вам видео, показать, что это за событие и с чем его есть. Итак, начнём. Открываем само событие. Я сейчас на ферме. На основе у меня уже там всё сделано. В принципе, здесь тоже уже всё сделано. Но я постараюсь объяснить. Оно будет, конечно, мне всё сейчас очень сильно глючить. Итак, открываем событие. У вас в левом, правом, в левом верхнем углу есть глава. Это ваше задание, что вам нужно будет выполнять ежедневно. Есть основные задания, ежедневные задания и еженедельные задания. Их нужно выполнять. За них вы будете получать каменные цветы. За эти каменные цветы вы будете делать исследования. То есть в нижней строке у вас есть военные ранки, исследования, территория, война, ранки, награды. Открываем исследование. Нажимаем развитие. У вас есть здесь... Это лично ваше исследование. Это не общее исследование всего Альянса. У каждого своё исследование. Отражатель иллюзий. Если у вас отражатель иллюзий пятого уровня, то есть вы бьёте монстров пятого, потолок шестого уровня, точно так же и варвары. Чем выше отражатель иллюзий, тем выше у вас монстры и варвары. Чтобы их качать, это исследование, нужны вот эти цветочки. То есть вам нужно выполнять задания. Цветочки падают также с монстров и с варваров, но всё равно это ваше личное исследование. Если у вас есть уже топы в Альянсе, и они могут ходить, например, на варваров уровня 10, ходите с ними, там больше падает цветов, естественно, тем быстрее будете вы качаться. По поводу плит. Плиты у меня сейчас... Здесь у меня исследование прокачано всего лишь на 4, поэтому я, конечно, могу дальше качать, но пока не буду. Я сохраняю цветочки, посмотрим, что там будет дальше. Но на основе, конечно, желательно открывать это всё, потому что плитки нужны. Плитки... Вы можете брать 4 плитки в зоне вашего замка. То есть вы захватили замок, например, вот 2 уровня у нас. Вы захватили замок, и на этой территории вы можете взять только 4 плитки. Чтобы взять больше плиток, вам нужно идти на территории соседних альянсов, желательно на там, где замки 2 уровня. То есть чтобы туда сходить, вы просите ребят из соседних альянсов, вы говорите, ребята, поделитесь территорией. Они нажимают на свой замок, поделиться и делятся с вами территорией. Вы идёте на их территорию. Открываем карту. Находим территорию с замком номер 2, что уже, допустим, ребята захватили. Вот он у вас будет светиться вашим светом. Там неважно, красный, зелёный, серо-буро-малиновый. Боже, извиняюсь, очень всё глючит уже за сегодня. Мы пойдём так, пешком. Идём на их территорию. И что мы видим? Видите, это уже позахватывали ребята плитки. То есть если вы можете брать, у вас прокачано исследование, вы можете брать 4 плитки 6 уровня. Ну, ваша основа точно. И нажимаете «Занять». Будет писать, что тяжёлые потери – это ничего страшного. Нажимаете «Занимать». Вы не имеете права попробовать сначала захватить замок. Видите? Это то есть ребята отказались от территории и не дают вам права брать у них плитки. Либо вы уже взяли на их территории плитки. Значит, ищем что-то другое. То есть вам нужны ещё плитки. Блин, на ферме, конечно, плохо показывать. Но вот, например, у нас есть ещё один замок второго уровня. Не нажимается. Пойдём пешком, значит. Так, это у нас первый замок. И нам нужен второй. Вот, второй замок. Здесь вы тоже можете взять 4 плитки. Нажимаете «Занять». Вы достигли лимита «Занятых клеток». Продолжить. То есть у вас не хватает ваших плиток. Видите, вверху у меня стоит 13 из 13. То есть я могу только… Вот у меня допустимое количество 13. У меня на основе сейчас, из-за того, что открыто исследование, у меня есть доступ. Я могу брать уже 18 плиток 6 уровня. Что мне это даёт? Это даёт мне мои личные очки. То есть в 18 плиток 6 уровня – это 340 очей. Если у вас есть плитки маленького уровня, вы от них должны отказаться. Заходим в «События», нажимаем «Территория». У вас здесь будет список ваших плиток. И вы нажимаете вот, допустим, любую на красный минус и покидаете её. Откат 10 минут. Через 10 минут у вас освободится плитка, и вы можете занять более высокого уровня. То есть вы отказались, допустим, от второго уровня и пойдёте на шестой. Дальше. По самой территории и по поводу самого всего этого чуда. Первозданный перевал. Здесь вы будет… Как я понимаю, будет битва. Возможно, с соседним королевством. Возможно, и не только битва. Но ещё пока непонятно. Поэтому, ребята, если у кого-то есть информация, конечно, делитесь. Будет очень полезно и очень познавательно. Завтра… А, ещё по поводу замков. Сегодня мы взяли только два замка. Третий замок нам не даёт, потому что исчерпан лимит там, так скажем, заданий. Чтобы захватить замок, нужны специальные коробочки. Такие коробочки даются, когда выполняете личные задания. Вот. Логистика Альянса. Миллион надо. На третий замок уже миллион триста. Чтобы их заработать, это будут завтра выполняться задания и пополняются эти коробочки. Чем… Как больше будет у вас этих коробочек, тем быстрее вы заработаете. Чтобы это всё быстро заработать, нужно использовать максимальное количество замков. Если есть фермы, тащим фермы и выполняем задания фермами. Ну, грубо говоря, если кому-то несложно. По поводу безопасной зоны. В данный момент у меня стоит ферма в безопасной зоне. То есть, вот, между замками есть зона. Вы нажимаете, и у вас пишет. Оно прям-таки пишет, что безопасная зона. Здесь, возле замка, где плитки, монстры. Зона войны. То есть, когда через некое время будет битва и упадут все везде преграды, то здесь могут атаковать. Дальше. По поводу, когда захватываете замок, если вы не поняли. Когда открывается вам доступ захватить замок, у вас здесь спереди появляется меч. Дальше открывается замок, вы захватываете. Кто-то один сидит в замке. Появляются три башни. Башни это обязательно. Их нужно тоже взять. Такие три фиолетовые башни. Их забираете, сидите. Два часа, замок ваш. Потом появится вот такая интересная кнопочка на замке. Называется призыв. Оттуда выскочит чудовище. Их нужно будет все вместе убить. Будут небольшие награды, но в принципе неплохо. Поэтому хоть что-то. Если у вас есть хоть немного стойкости в сумке, она вам очень понадобится. Вроде бы все. Извините за качество. И за ошибки, и, возможно, за плетающийся язык. Субтитры создавал DimaTorzok